Петренчики поглощают пищу. Молочко Манкин. Им 20 дней. Люди уже заказывают. Три девочки уже заказали. И в рис они поедут. Вот одна девочка. Это кабанчик. Вот вторая девочка. Она рыжая. И там еще одна. Короче, остается одна девочка. Она маленько поменьше их. Но ничего она дотянется. Догонит. Корм мамаши хороший даю. Ну и поросята едят. Гранулированный корм уже едят. Так что фигуры у них замечательные. Видите, вот ямки вдоль спины. Когда выгибаются. Ну, видать, очертания. Экстерьер хороший. Мясная порода. Сало на них. На спине. С палец толщиной. Мяса очень много. Вот такие ляжки. Одну мы на пробу забивали уже. хорошее мяско. Людям понравилось. Я, правда, не пробовал. Люди говорят, отличнейшее. Ну, потому что, наверное, сала мало очень. А мяса много. Так что, остались кабанчики. Заказывайте кабанчиков. Кому надо. Кто-то вот звонил. Сказал, 12-го перезвонит. Потому что 12-го им месяц будет. А люди уже заказывают. Ну, так что, если они меня смотрят, то перезванивайте и заказывайте, что вам надо. Ждем. Я уже второй день, вторые сутки жду дюрчиху. Она не поросится. Ну, как всегда, она перегуливает. Постоянно. Вчера у нее должен был срок быть. С 11-го на 12-го в ночь, да? И вот уже ночь. Вторая ночь. Вот сегодня третья ночь. Может быть, сегодня. Вот эта дюрчиха покрытая, покрытая вот этим дюрком. Ну, не видать, как всегда. У меня здесь света нету. Ну, вот, что здесь метра. Здесь больше полутора метров. Где-то метр семьдесят. И он... Ну, вот, нос торчит, и жопой он водит по стенке. А может, метр восемьдесят. Я точно не знаю, не мерил. Так что покрытая вот этим дюрком. Жрать хочет, сейчас дам. Даю помаленьку. Не получается у меня держать его на диете. Потом Поросица будет вот эта. Вот, смотрите. По мамке ладит. Вот так вот они играют. Вот наверху, это, по-моему, девочка самая маленькая. Но она была нормально, отстала, что-то не ела. Вот что происходит. Сосет, сосет, потом раз резко бросает, и все. И все хуже, хуже, хуже. Ну, я думал, будет все, отойдет. Нет, потом она сама давай выходить, выходить. Что-то дудонить. Даже у нее я птички подносил. У нее даже рот не открывался. Не могла. А потом смыру, что-то каждый день приходил и думал, все, капец, все, капец ей. Нет, все, она сама разработала рот свой. Вот она маленькая, на нее прыгает. Ну, чуть-чуть поменьше она. Ну, тоже очертания мясной порога. Мясной породы. Так что не надо бояться. Кто-то меньше, кто-то больше. Ну, больше, понятно, хочется. Всем быстрее вырастет. Меньше потратите время и корма. Чем, например, маленькую. Маленькая, чуть-чуть подольше. На месяц, может быть. Буквально она, рост у нее задержится. В смысле, месяц дольше будете кормить. Но, практика показывает. Хороший корм и все. Они будут все вытянуться. А если кормить, чем попало, то самое главное, старт дать им хороший. А потом можно, чем попало. А сразу, чем попало, не получится. Иначе будут крючками. Вот англичанка после дюрчихи через три недели. Вот она самая крупная из всех здесь. Вот пятнисто все люди. она у меня на улице сидела, люди видели, смотрели, поросят брали. О, какая огромная. Она длинная. Ну, когда в теле, в смысле, когда уже она сытая, понятно, она кругленькая. Но все равно не такая большая, как вот эта вот англичанка. дюрок англическая. Покрыто дюрком. И мамка, мамка у нее англичанка. Покрытое дюрком. Короче, наполовину. И потом она покрыта опять же дюрком. Тоже чистым. Там есть в том свинарнике. У меня два свинарника. Один поменьше, другой побольше. Там есть ее дочка. Вот я буду показывать. Посмотрите, она всех больше. Огромная просто. На племя ее ставил. Но сальная порода. В смысле, не как у дюрков, сала мало. У этих побольше сала. Но у петренов еще больше сала. Ой, меньше сала. Ой, меньше. Вообще практически его нету. Его даже и засолить. Ну, тонкая слишком. Вот смотрите, она вся шерстяная такая. Ну, как попала. Так как она, когда я ее брал, она была блестела, гладкой. Ни одной волосинки не было. Вот почему не практикуют в домашних условиях держать петренов. Ну, маленькая они это, теплолюбивая свинья. В смысле, температуру надо не меньше 15, а у меня здесь 10. Вот она обросла маленько. Самое хорошо для нас это вот английскую породу и дюрок. Дюрок вообще классно. Шерсть у нее толстая, хорошая. Ну, шкурка будет, конечно, шкурка светлая. У всех светлая. Английская белесая. Но волосы там и там есть. Просто на белых мы их просто не видим. А на дюрках черный волос остается в шкуре. Так что его видать. Вот они малые какие. Малыши скоро разъедутся. Хотел себе оставить. Ну, что-то тормозил. Ну, ладно. Летом будет. Все равно еще будет. Себе оставлю. А может и нет. Нет, у меня же есть вот одна. Ну, вот та девочка, скорее всего, мне останется. Ну, не хватит мне. У меня и так много уже свиноматок. Здесь вот четыре и там шесть-семь. Будущих, там будущее. Не знаю еще. Как пойдет, но загадывать не буду. Все хорошо будет. Оставим. Ну, ну, и надо расширяться куда-то в деревню увозить. Здесь места нету. Кстати, ищу помощника. Кто хочет за нормальную плату, ну, по колхозным, конечно, меркам, не по нефтяникам, и не по газовикам, не по тем же меркам, оплата. Всегда будете с мясом, с поросятами. А поросят, в принципе, зачем мясо всегда будет. Ну, и наличка желательно работящих и безвредных привычек. Вот это англичанка на племя. Она самая большая. видите, им возраст один. Она старше их на два дня. Она 21-го родилась, а эти 23-е. Вот два дня разница. Ну, ладно, этот вот самый последующий. И то он обогнал вон того, который был нормальный. Тот он в рост пошел, но он все равно меньше той. Этой вернее. Видите, насколько? Она огромная, просто огромной величины. Это хорошо.